Купить продукты сегодня дело времени и средств. За хлебом забегаем мимоходом. Будьте любезны, половиночку черного и ромашку. Для тех, чье детство прошло в блокадном Ленинграде, хлеб по-прежнему большая ценность. Здравствуйте! Здравствуйте! Садина Васильевна, мы не спустя ругами, мы с самым ценным. Да что? Мы с хлебом, с самым ценным. Ой, спасибо! Пойдемте! В 1941-м Людмиле Васильевне Добряковой было 9 лет. Отец возглавлял Ленинградский водоканал, имел бронь, но ушел на фронт. Пропал без вести. Мама и дочка остались вдвоем. Мама утром вставала на работу в 5 утра, поднимала меня и ставила в очередь за хлебом. Еще вдруг привезут, вдруг отоварят. И я стояла иногда целыми днями. Иногда она в 8 часов приезжала, приходила домой, и я все еще там стояла. Но что интересно, вот я хотела бы вот подчеркнуть, что там были пожилые женщины, мужчины пожилые. Вот они за нами, за ребятишками, очень следили. Бывало, что ребятенок забывал, где стоял, пока сбегал куда-то по нужде. Приходил, в сторонке стоял и плакал. К нему обязательно кто-нибудь подходил, спрашивали и узнавали, что он потерял очередь. И тотчас же из очереди сразу же показывали, где он стоял. Бровец, причем настолько она, у нее уже была рука набита, что она резала вот прямо четко. И я всегда переживала, мне хотелось, чтобы обязательно с довесочком было. Потому что мне казалось, что если я принесу хлебушек без довеска, мама подумает, что я довесок этот съела. Ну вот это 24 грамма мне показывает. То есть двойной кусочек это будет где-то 50. А пайка была? 125 грамм, но по внешнему виду она выглядела вот так, как я отрезала. То есть он был настолько, наверное... Но он был настолько набит бумагой, опилками, что, конечно, вот такой вот кусочек, вот такой кусочек уже редко, когда бывает, был забавкой. Неотступное чувство голода, всепроникающий холод. И спустя десятилетия блокадники не могут их забыть. Безысходность такая, что хочешь ты, не хочешь, ты все равно ничего не получишь. Ничего не получишь. Очень помнится, что в январе 42-го года правительство Ленинграда сделало нам елку. И вот я не помню, ни что там мы вокруг елки танцевали. Ну ничегошеньки я это не помню. Мысли были одни. Нам сказали, что после представления нас обязательно покормят. Дали суп и котлету с гарниром. Супчик Люся скушала сама, второе не тронула. Все завернула в платочек. Потому что знала, что дома мама. Хотя самой глазами съела бы все. Она сшила мне какой-то мешочек такой, повесили на шею и под одежду спрятала. И вот в этот мешочек она только обязательно наказала. Если ты захочешь что-нибудь домой принести, обязательно положи туда. И это меня спасло. Я принесла домой все, что я там получила. Потому что когда мы шли обратно, ребятишки на нас нападали. И те, у кого было что-то в руках, отбирали. И мы на этом вот, на всем, что я принесла, еще, по-моему, дня четыре жили. А потом снова малюсенький кусочек хлеба кипятили в трехлитровом чугунке с водой. И ели, представляя, что это суп. Люсю с мамой вывезли из Ленинграда в 43-м. Там катера были. Назар рассаживали там. Накрывали всех брезентом. Потому что мы ничего не видели. Что там было. Мы только слышали стрельбу. Взрывы снарядов. И больше ничего. Но когда мы все-таки приплыли туда, на тот берег, оказалось, что из пяти катеров, которые были отправлены с ребятишками, только два катера наших прибыли. Остальные все погибли. На том берегу нас сразу кормили. Но немножко, чуть-чуть, тепленьким, горяченьким. Потому что мы бы съели, я не знаю, вот, наверное, не такую кусочек, а, наверное, целиком буханку мы бы вот так вот. Этот сюжет мы снимали в 2019 году. 11 января 2023-го Людмила Васильевна не стала. Ей было 90 лет. Мы встретились с дочерью Людмилы Васильевны, чтобы еще раз перелеснуть страницы семейного альбома. Мама и папа, они закончили техникумы военные в Ленинграде. И тогда всех, кто заканчивал какие-то учебные заведения, отправляли из Ленинграда, направляли в другие города. Ну, такая была политика. И их обоих прислали сюда, на завод электромеханический, работать молодыми специалистами. Вот там, собственно, мама познакомилась с папой, они оба были ленинградцы, конечно, скучали по городу, по своему родному. Папа тоже пережил блокаду. Ну, у них было очень много общего, поэтому, видимо, они были вместе. Растили сына и дочь, ездили с друзьями отдыхать, по выходным путешествовали на собственном москвиче по Подмосковью. Ну, у мамы всегда самый большой страх – это был страх голода. И она переносила его не только на себя, она переносила его на всех. Поэтому в доме всегда был запас продуктов, и она всегда хотела накормить всех. Поэтому вот даже на фотографиях видно, что ребёночка кормили от души, чтобы ребёночек не был ни в коем случае голодным. О пережитом в блокадном Ленинграде в семье старались не вспоминать. Ей было 9 лет. Я же говорю, были подруги какие-то, ну, вы же дружили, куда-то, наверное, ходила к кому-то. Она говорит, да, я первое время ходила к подруге, но однажды, когда пошла и возвращалась от неё, ну, открыла квартиру, она, я говорю, спускалась по лестнице и увидела мёртвого человека. Ну, для девочки 9 лет это было шоковое зрелище. И после этого она сказала, что она больше не ходила. Ну, и вообще, об этом, может, мало говорят, но детям по блокадному Ленинграду было ходить страшно. И очень опасно, потому что были разные люди. Вот, некоторые, ну, просто сходили с ума от голода и охотились не только на животных. Но их съели вообще в первые дни практически. Вот, рассказывала о том, что однажды их с бабушкой какой-то мужчина обманул. Сказал, что где-то дают подсолнечное масло, надо срочно туда бежать. Вот. Мамина мама туда быстрее пошла. Вот, мама осталась одна, потом он говорит, иди быстрее, там надо ещё очередь занять. В общем, пока их не было, он украл у них все деньги и карточки. Вот, хорошо помогли там как-то соседи. Вот, а так, после того, как она что-то рассказывала о блокаде, о своём детстве, она потом реально сильно болит. И вообще она говорила, что те, кто пережил настоящую войну, всегда очень мало о ней говорят. Субтитры подогнал «Симон»